Здравствуйте, уважаемые студенты! Дисциплина охрана труда, тема номер 7. Производственный шум, ультразвук и мир борьбы с ними, производственная вибрация и мир борьбы с ее вредным влиянием. План лекции. Сегодня мы рассмотрим один из вопросов. Общие сведения о производственных шумах, вибрации, инфра- и ультразвуках. Меры борьбы с ними. Под шумом понимают беспорядочное сочетание различных по силе и частоте звуков, мешающих восприятию полезных сигналов. Действуя на центральную нервную систему, шум вызывает усталость, бессонницу, неспособность сосредоточиться, которые ведут к снижению производительности труда и несчастным случаям. При постоянном раздражающем воздействии шума могут возникнуть психические нарушения, сердечно-сосочистые заболевания, язвенная болезнь, тугоухость. Шум может повлиять на слух различным образом. Высвать мгновенную глухоту или повреждение органов слуха, или называясь акустической травмой. При длительном воздействии резко снизить чувствительность к звукам определенных частот или снизить чувствительность на ограниченное время. Это может быть минуты, недели, месяцы, после чего слух восстанавливается почти полностью. Наиболее вредны для слуха длительные периоды непрерывного воздействия шума в большой интенсивности. Если человек подвергается несколько минут воздействию звука средней или высокой частоты с уровнем около 90 дБ, то у него наступает временный сдвиг порога слышимости. При частоте звуковые колебания подразделяют на три диапазона. Инфразвуковые с частотой колебаний менее 20 Гц, звуковые от 20 до 20 тысяч Гц и ультразвуковые более 20 тысяч Гц. Органы слуха человека воспринимают звуковые колебания в интервале частот от 20 до 20 тысяч Гц, то есть это есть звуковые колебания, и ощущают изменение громкости в 1 дБ. Ухо человека воспринимает шум до 130 дБ. При 150 дБ шум для человека уже практически невыносим. При 180 дБ наступает, так сказать, усталость металла. Что это означает? В результате чего из конструкции могут выскакивать заклепки? Причины возникновения шумов. Их три. Это механические шумы. Они вызваны ударными процессами, трением в деталях машин и так далее. Аэродинамические шумы. Они возникают при течении жидкости или газа. Электромагнитные шумы. Это при работе электрических машин и оборудований. То есть всё, что нас окружает дома, которое подключается к электричеству, они все создают электромагнитные шумы. Итак, шум. Предположим, ты всю жизнь мечтал стать испытателем авиационных моторов. Мечта сбылась. В результате вокруг тебя шум, значительно превышающий предельно допустимый уровень. Восемьдесят цембл. Кстати, если ты вдруг работаешь учителем начальной школы, учти, что в этой самой школе периодически возникают такие же шумовые перегрузки. И в результате, что вы получите профессиональную тугоухость, кахлеарный, неврит иначе называется, это постепенное снижение остроты слуха, обусловленное длительным воздействием производственного шума. Внутреннему уху постоянно наносятся микротравмы, которые приводят к нервно-сосудистым и дистрофическим изменениям в нем. Профилактика. То есть, что нужно делать для того, чтобы не подвергаться этой опасности? Применение противошумовых вкладышей, наушников, шлемов, хотя учителю это недоступно. Кроме того, врачу можно ознать препараты, улучшающие мозговое кровообращение, клеточный и тканевый метаболизм. То есть, это витамины группы В, А, Е. Доступным для измерения характеристикам звука относятся его интенсивность, которую мы обозначаем через букву И, звуковое давление, П и скорость звука С. Интенсивность звука, а единица измерения ватт на метр в квадрате, характеризуется потоком энергии, который унесет звук, приходящийся на единичную площадку. Соотношение между интенсивностью звука и звуковым давлением П представлено перед вами формулой И равно П в квадрате к РОСИ, где П, как вы уже знаете, это звуковое давление, равность между мгновенным значением полного давления и среднего значения давления, которое наблюдается в среде при отсутствии звукового поля, которое измеряется в паскалях. РО – это плотность среды, его единица измерения – килограмм на метр куб. С – скорость звука в среде, но вы и знаете его единица измерения – это метр в секунду. Человеческое ухо и многие акустические приборы реагируют не на интенсивность звука, а на звуковое давление, то есть вводятся относительно логарифмической единицы, называемые уровнем звукового давления. Прид вами следующая формула. Л РО равно 20 логарифм в скобках П к П нулевому. Здесь П нулевое – это пороговое звуковое давление. П нулевое равна – это постоянная величина, она равна 2 умножена на 10 минус 5 в степени паскаля. Уровень звука измеряется в децибелах и отмечается ДП. Для борьбы с шумом в учебных заведениях предусмотрен целый комплекс различных мероприятий. Рассмотрим основные из них. Это рациональная планировка помещений, в которых возможен шум более 90 децибел. Их размещают в изолированных зданиях, то есть это мастерские, спортзалы или специальных пристройках, это актовый зал и так далее, между объектами, являющимися шумоисточником, источником шума, предусматривать свободные зоны, которые, как правило, озеленяют, так как зеленое наслаждение хорошо поглощает шум. Поэтому вспомните, когда вы находитесь в лесу, очень заметно тишина, все звуки будут слышны, так как зеленое наслаждение, листья, они поглощают шум. Также наиболее эффективный способ борьбы шума это снижение его в источниках образования, изменение и замена шумовых технических процессов или оборудование малошумными в звукопоглощении и звукоизоляции, экранировании, применение к душителю шума, индивидуальные средства защиты от шума. В качестве звукопоглощающих материалов могут быть использованы древесно-волокнистые плиты, строительный войлок, фанера, сухая штукатурка, резонансные поглотители. Средствами индивидуальной защиты органов слуха служат противошумные шлемофоны, наушники, заглушки, вкладыши, а уровень шума измеряют шумомерами или осциллографами со специальными тачками. Звуковые колебания не вызывают слуховых ощущений воздействия ультразвука на организм человека происходят через воздух и через предметы, находящиеся под влиянием ультразвука. Ультразвук вызывает в тканях тепловой эффект и переменные давления. Систематическое же его воздействие вызывает быструю утомляемость, боль в ушах, головные боли, рвоту, потерю равновесия, невроз. Допустимые уровни звукового давления на рабочих местах нормируются перед вами таблицей. Таблицах дано ультразвуковые колебания частотой в герцах, посмотрите, и звуковые уровни, уровень звукового давления в децибелах. При 12500 герц допускается 75 децибел. При 16000 герц 85 децибел. И от 20000 и выше герц допускается 110 децибел. Для защиты организма человека от ультразвуковых колебаний устраняет непосредственный контакт частей тела с колеблющей средой. Снижение шума достигают за счет различных звуковизолирующих кожухов, сооружений кабин, работающих снабжают средствами индивидуальной защиты. Следующий вопрос это был у нас вибрация. Что такое вибрация? Вот вибрации понимают механические колебания твердых тел. С физической точки зрения между шумом и вибрацией принципиальной разницы нет. Однако восприятие человеком различно. Вибрация воспринимается вестибулярным аппаратом и органами осязания. То есть мы его чувствуем, а шум органами слуха мы его слышим. Источником вибрации являются механические, пневматические и электрические ручные инструменты ударного или вращательного действия. Разнообразное оборудование устанавливаемое без достаточно амортизации и виброизоляции, а также транспортные и сельскохозяйственные машины. Вибрацию применяют при уплотнении бетонных смесей, дроблении, изортировке инертных материалов, разгрузке и транспортировании цепочек материалов и так далее. По характеру действия на организм вибрации подразделяется на общую и местную. Общая вибрация передается на все тело человека, а местная – на руки работающего. Местные вибрации вызывают ухудшение кровоснабжения отдельных органов. При общей вибрации нарушается деятельность сердца и центральная нервная система. При длительном интенсивном воздействии вибрации может возникнуть тяжелое и трудно излечиваемое заболевание, которое называется вибрационная болезнь. Действие вибрации зависит от ее частоты. Колебания частотой до 15 Гц вызывают смещение тела и органов, реакцию вестибулярного аппарата. Колебания частотой до 25 Гц вызывают костно-суставные изменения. Колебания частотой от 50 до 250 Гц влияют на нервную систему, вызывают сосудистые реакции. Вот здесь как раз и может наступить вибрационная болезнь. Наиболее опасны частоты, совпадающие с собственными частотами колебания для мягче тела. Для всего тела это 6 Гц. для внутренних органов 8 Гц. Для головы 25 Гц. Для центральной нервной системы 250 Гц. При вот этих совпадениях частоты могут произойти разрушения организма. Итак, вибрация. Если ты забиваешь сварей, долбишь асфальт или уплотняешь бетон с помощью пневматического молотка, отбойника или виброуплотнителя, то получишь вибрационную болезнь, высванную длительным воздействием на организм местной или общей вибрации, утомлений, холод и напряженное положение тела только усугубляет вред. В перспективе очень нехорошее заболевание, облитерирующее эндартерит, который может закончиться гангренной пальцев, костей и стоп с последующей их ампутацией. Профилактика. Не можешь сменить работу, тогда требуя строгого выполнения норм охраны труда. Например, применение вибробезопасных инструментов, предоставление сменных перерывов, во время которых рекомендуется самомассаж и обогрев рук. И регулярные 1-2 раза в год курортное лечение. Принимай препараты, улучшающие питание тканей конечности типа гинкобилоба и витаминов группы В. Мероприятие по борьбе с вредными воздействиями вибрации проводят по трем направлениям. Инженерно-техническому, то есть это внедрение новой технологии, средств автоматизации, изменение конструктивных параметров машин и инструмента. Организационному, сюда относятся контроль за эксплуатацией, монтажом, ремонтом оборудовании, выполнение правил технической эксплуатации машин. И лечебно-профилактическому, сюда входит комплекс физотерапевтических процедур, гимнастика, средства индивидуальной защиты. Вибрацию измеряют прибором, который называется шумовиброизмерительный комплект ИШВ1, который регистрирует амплитуду вибрации от 0,005 до 1,5 миллиметра диапазона частот от 15 до 200 Гц. Ну и в конце урока прошу просмотреть вопросы для самопроверки и ответить на них. На этом урок заканчивается. Всего доброго!